Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней – происшествие в Суэцком канале. В следующем сюжете мы расскажем, какими могут быть экономические последствия подобной пробки и как эта ситуация может коснуться каждого из нас. 23 марта. Один из самых больших контейнеров вузов в мире, Эвергивенс, сел на мель и переградил Суэцкий канал, соединяющий Красный и Средиземный моря. Из-за происшествия образовалась очередь более чем из 450 судов. В 4.30 утра 29 марта транспортная компания InchCape Shipping в своем титере сообщает, что судно успешно сняли с мели. Как скоро сможет возобновиться движение по Суэцкому каналу, пока неизвестно. Эксперты оценили в 230 миллиардов долларов убытки от блокировки Суэцкого канала. Они считают, что каждый лишний день, который Эвергивен блокирует канал, может стоить мировой торговли от 6 до 10 миллиардов долларов. Своей оценкой экономических последствий с нами поделился профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета Игорь Кох. Да, я думаю, никаких особых последствий не будет. Они исчерпываются локальными проблемами с доставкой некоторых товаров. Но я думаю, что в ближайшие дни все-таки движение удастся восстановить. Пробка рассосется и транспортный коридор будет работать, как и раньше. Никаких таких глобальных долгосрочных последствий здесь не будет. В интервью нашему телеканалу профессор Института управления экономики и финансов Игорь Кох также рассказал о том, на чьи плечи ляжет экономическая ответственность за события на Суэцком канале. Частично ляжет и на компании, потому что частично отбытки покроются страховками разными. Где-то компании будут вынуждены брать на себя дополнительные расходы по перевозкам вокруг Африки. Или, как уже было сообщено, часть перевозок будет осуществлена не морским путем, а железнодорожным через территорию России. Это тоже дополнительные расходы. Часть расходов, конечно, ляжет на потребителей, поскольку мы уже видим, что поднялась цена на нефть на несколько долларов за баррель. Вполне возможно, что локально поднимутся цены на какие-то другие товары, сильно зависимые от данного транспортного маршрута. Но после того, как ситуация разрешится, я думаю, и цены вернутся на место. Страховая компания Allianz отмечает, что в 2019 году через канал прошли более 19 тысяч судов, которые перевозили 1,25 миллиарда тонн грузов. Это составляет около 13% в мировой торговле. Илья Андреев, Универньюс.